Всем привет, меня зовут Алекс, это канал AlieSpinnerToys. Сегодня у нас обзор сюрприза в виде гигантского колеса Zuru Smashers Monster Hills. Внутри нас ждет 25 сюрпризов, будет мега интересно. Подписывайся на канал, ставь лайк и поехали. Упаковки для своих сюрпризов Zuru делает просто шикарные. Вы только посмотрите на это гигантское колесо, из которого выглядывает жуткий череп с когтистыми лапами. Так и хочет какой-нибудь монстр трак утащить к себе. Резина уже не новая, слегка поистерлась. А еще у него торчит с полых пламени. И он не простой, есть кнопка. Давайте нажмем. Раздаются безумные звуки тачек. Сила монстр трака. И перегазовочка. По-моему кто-то разбился. Еще даже открывать не начали, а уже круто. Билд, Крэшн, Смэш, Строй, Круши и Громи. 25 сюрпризов внутри. Небольшая инструкция. Скелетон, скричер, динодрифтер или шаркспистер. Интересно, какая мне попадется. Наконец-то. На покрышке есть логотип Смэшерс. Выдавленный. Также смотрю, шина уже повреждена в одном месте, в другом подстерта. Давайте же откроем. Различные пакеты. Причем некоторые просто гигантские. Маленькие колеса. Нашел вкладыш. Надо эту покрышку в сторону убрать. А то у меня совсем места не осталось. На первом вкладыше настоящая карта. Подобная карта была в Зуру Смэшерс в виде черепа. Помните такой сюрприз? У меня, кстати, на канале есть обзор. Кто не видел, бегом смотреть. Нарисовано все прикольно. Тут уже стену надо проломить в одном месте. Ну, конечно же, заехать на заправку и на пит-стоп. А вот это, похоже, машинка, которая мне попадется. Инструкция по сборке. Все в коллекции Зуру Смэшерс Монстр Хиллз. Три монстр трака. На первом гоняет скелетон. На втором динозавр. А на третьем акула. А вот водителей побольше. И они выглядят довольно забавно. Мощная акула. Какие-то слизни. Зомби. Зомби-крыса. Еще один зомби. О, кубок даже есть. Осьминог. Огненный гонщик. Ледяной гонщик. И динозаврик. Даже не знаю, кого я больше хочу найти. А вот так открывается покрышка, в которой скрывается пилот. Ну что, погнали по Монстр Траку. Навстречу приключениям. Первый пункт. Говорят, надо открыть желтый пакетик. И мы сразу находим пилота в виде акулы. Но оно и понятно. Ведь мне вроде бы должен Монстр Трак акулей попасться. Ухмыляется. Ухмыляется. Довольный. Странная акула. У нее есть ноги и руки. Мутант какой-то. Одет специальный гоночный костюм. Правда, шлема не хватает. Хотя, вполне возможно, акулам шлем и не нужен. Даже хвост ей сделали. Круто. А гоняться он будет, естественно, за вот такой кубок. Кубок просто шикарный. Эмоциональный. И показывает лайк. Не забудьте поставить лайк под этим роликом. Сюрприз-то не дешево стоил. Едем дальше по трассе. Теперь нужно открыть пакетик побольше. Вроде бы вот этот. Похож. Вот вредный пакетик. Что мы тут видим? Колеса. Черного цвета. С синими дисками. Эти колеса. Какой-то субстанции. Похожа на шариковый пластилин. И четвертое сейчас откопаем. Начало нашей машинки положено. Любите такие субстанции? Я не очень. Но приходится в них часто копаться. Он такой остренький. Как будто щебенка какая-то черного цвета. Такое себе. Я лучше поеду дальше по трассе. И теперь нам надо открыть вот такой пакетик. Какой прикольный тут динозавр. Какой прикольный тут динозавр. Скорее всего тиранозавр. И он управляет монстром траком при помощи зубов. Интересно. А куда же его ручки делись? А, у него же они совсем маленькие. До руля не достают. Приходится выкручиваться. Кузов нашей тачки. В виде акулы. Естественно. Пилот-то у нас акулей. Скоро мы тебе машинку соберем. И на ней прокатимся. А сюда никакой грязи не положили. Непорядок. Мчимся дальше. Четвертый пункт. Бывает и такое, что монстр траки беззубые осьминоги водят. Его, похоже, жизнь весьма потрепала. Очередная часть монстр трака. Похоже, еще что-то есть в пакетике. Какая-то запчасть. Потом разберемся. Едем дальше. До пятого пункта дошли. И тут очередной пакетик. Судя по всему, у акулы случился какой-то форс-мажор. Врезалась стенка. Вот этот пакетик тяжеленький. Тут по-любому что-нибудь грязненькое будет. Кинетический песок. Цвета песка. А в нем прячется... У! Кирпичи. Слегка потрескавшиеся. И еще кирпичи. Довольно тяжелые. Конечно же, много песка. Надо его разогреть, размять. Это получше, чем та черная крошка. Еще кирпичи. И еще песок. А вот мы с вами доехали и до пит-стопа. А что делают на пит-стопе? Конечно же, меняют покрышки. А у меня их целых две. Давайте открывать. С виду колесо очень крепкое. Не сразу и поймешь, как открывается. Может быть, надо стукнуть? Может, тебе надо посильнее сжахнуть? Наконец-то разлетелось. И мы с вами достали очередного монстрика. Ледяной гонщик. У него даже есть шлем. Хотя он вряд ли ему понадобится. Ведь он настоящий лед. Но лед тоже может разбиваться. Фигурка кристальная. Классно переливается. Взгляд у него суровый. Лапы поднял, чтобы казаться более устрашающим. Вообще похож на гориллу. Ледяная горилла. С первым колесом разобрались. Но у нас есть второе. Сразу его сжахнем. Покрышки разлетаются. И из них вылазят вот такие осьминоги. Это, похоже, какой-то механик. Наверное, работает на питстопе. В одной щупальце у него заправочный шланг. Из головы торчит гаечный ключ. И он стоит и думает, что же мне делать? Колеса откручивать или бензин наливать? Рук-то много. А мозг не успевает за этим всем. Фигурки в этой коллекции прикольные. Осталось-то совсем ничего. Седьмой этап. Последний. Открываем. Ну, здесь сразу понятно. Нас ждет слайм. С монстрюками. Ну, монстров, возможно, там и не будет. У меня-то есть еще один маленький черный пакетик. Голографические фишки. С акулой. Здорово. Акула превращается в монстр-трак. Пилот и тачка. Вот это прикольно. Следующий у нас тираннозаврик. И он гоняет на красной тачке. И третий. Это огненный череп. Призрачный гонщик, что ли? Он гоняет на белой тачке. Ну, вернемся к нашему пакетику. Монстр слайм. Слайм жуткого черного цвета. Ужас какой. Достаем. Дорожные конусы. Какие-то они гигантские. Ну, естественно, если на тачках динозавры ездят, конусы должны быть большие. Надо их помыть от слайма. Слайм в виде нефти. Неплохо так тянется. И булькает. Все сюрпризы раскрыты. Осталось собрать тачку и погонять на ней. Вот монстр-трак и вышел из сборочного цеха. Колеса у него просто гигантские. Есть аэрография. С акулой. Выступает одна под номером 34. Тачка в виде головы акулы. Глаза ей, зубастая пасть. И ноздри тоже приделали. Выглядит сурово. Впереди у машинки мощный кенгурятник. А еще оказывается, с полох пламени, с упаковки, вставляется в тачку. И теперь тачка может издавать звуки. Надеюсь, такого со мной на дороге не случится. А вот и пилот этой машинки. Чтобы все лучше видеть, сидит на крыше. Давайте-ка соберем стенку. И попробуем в нее врезаться. Оградим трассу конусами, чтобы зрители не пострадали. Вот так сейчас все и будет. Поехали! Стена разрушилась. Водитель слегка вперед упал. Ничего не произошло. Надо в более твердое что-нибудь въехать. Попробуем в стенку. При врезании в стену пилот катапультируется из тачки. Ну, катапультируется так себе. Колеса, кстати, катятся неплохо. Хочется, чтобы он сильно вылетел. Кенгурятник прожимается, и акула вылетает. Вот такая тут система. Мне больше все нравится. Звуки, которые издает тачка. Круши, ломай! А называется наша тачка Шаркс Пистер. Вот такие классные игрушки в гигантском сюрпризе Зуру Смешерс Монстров Хиллз. Крутая рычащая тачка и прикольные монстрогонщики. Гоняй, круши, ломай! В этом сюрпризе мне понравилось все, кроме цены. А что вы думаете о таком колесе от Зуру? Купили бы себе? Напишите в комментариях. Всем пока! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки, пишите интересные комментарии. Ну, а я пойду по печейку. Сегодня без сладкого. ПОЧИТ 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 П